Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! В этой книге издательства AB Publishing мы детально расскажем вам, как грамотно создавать и продавать приложение в App Store, чтобы получить прибыль. Обратим внимание на многие важные моменты, нюансы, а также поведаем о маленьких хитростях, мифах и рекордсменах. Наша книга будет полезна для любого Apple-разработчика. Глава первая. App Store. Как работает этот сервис? Что такое App Store и в чем его преимущество? App Store – раздел гипермаркета для продукции Apple iTunes, который содержит огромное количество платных и бесплатных приложений для iPhone, iPad и iPod Touch. По последним данным, в App Store находятся 570 тысяч пользователей и более миллиона приложений, которые скачали примерно 50 миллиардов раз. Наиболее популярные приложения – это игры, Angry Birds, Sudoku, приложения для социальных сетей, Twitter, Facebook, программы для работы с электронными кошельками, PayPal, WebMoney и многие другие, умножающие удобство работы с продукцией Apple. В среднем одно такое приложение стоит от 99 центов до 10 долларов, однако есть и более дорогие программы, например, для профессионального использования, а также совершенно бесплатные, в основном это простые игры. Бесплатные приложения обычно получают прибыль за счет рекламы и платных обновлений. Продукция Apple имеет в своих операционных системах прямой доступ к App Store. Для iPhone это любая модель, начиная с iPhone 3G. Также в магазин можно зайти при помощи iTunes выше версии 7 и 7. Совершить покупку можно при помощи кредитных и дебетовых банковских карт благодаря системе мгновенной оплаты. Как только вы оплачиваете приложение, спустя всего несколько минут оно становится доступным для скачивания. Любое приложение имеет специальный сертификат качества, который выдают специалисты компании Apple после того, как программа проходит проверку. Если приложение недостаточно хорошего качества, разработчикам отказывают, однако они могут повторить попытку получить сертификат после улучшения работы приложения. По договору на получение оплаты разработчик получает 70% прибыли, App Store — 30%. Учитывая количество скачиваний, разработчики в 80% случаев окупают даже достаточно дорогие проекты. По последним данным, самыми популярными платными приложениями являются Самые популярные бесплатные приложения — это Преимущества App Store очевидны как для пользователей, так и для разработчиков. Для пользователя это удобная и быстрая система, где он может скачать любое необходимое ему приложение. Единственное ограничение — наличие Wi-Fi соединения. Не нужно искать программу среди миллионов сайтов, достаточно зайти в App Store и скачать необходимое. Приложение абсолютно точно высокого качества и подойдет для устройства. Для разработчика это огромная возможность не только рассказать миру о себе, предложив интересный продукт, но и заработать. Пользователей продукции Apple огромное количество, и даже продавая программу за минимальную стоимость в 99 центов, можно не только окупить затраты на ее производство, но и получить хорошую прибыль. О том, как заработать в App Store, мы и расскажем вам в этой книге. История App Store началась не так давно, в июне 2008 года. С открытием магазина было представлено 500 приложений, и уже через 3 дня количество скачиваний превысило 10 миллионов. То есть, чисто теоретически, за 3 дня каждое приложение скачали примерно 12,5 тысяч раз. Ровно через год в онлайн-маркете приложений было уже 55 тысяч приложений, которые скачали более миллиарда раз. В 2010 году открыли фили... Сампел complete. Ready to continue? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...